Здравствуйте! Наша недельная глава называется Бариши. Мы с Божьей помощью заканчиваем читать цикл Торы и сразу же начинаем читать новый, с новой недельной главы, с новой книги Торы Бариши. В недельной главе рассказывается про то, как Всевышний сотворил этот мир. То, как первый человек согрешил. Первого человека Адама назвали так, потому что его Всевышний сделал из земли. А земля на еврите слово Адама. И змея Нахаш соблазнил Хабу, и она откусила плода, от которого нельзя было откушивать, и предложила своему мужу, и он тоже согласился с ним. Они нарушили волю Всевышнего, и Всевышний каждого из них наказал. И тоже наказал за это Нахаша. На чреве твоем ходить будешь, и прах будешь ты есть все дни своей жизни. Что это такое? Будешь прах есть все дни своей жизни. Есть такой медраж, он говорит, что Нахаш после этих слов мог кушать и наверху, и внизу, на горе, возле воды, во всех местах вообще мира. Какое это наказание? Если он может есть где он захочет, так это наоборот брахает. А Нахашу нужно было сказать спасибо Всевышнему за то, что он дал ему такую возможность. Есть где угодно, да? Но нет. Почему? Тот факт, что человек нуждается во Всевышнем и в его помощи для того, чтобы он нам как бы давал кушать, человек просит об этом Всевышнего. Бог дай нам дождь, чтобы у нас выросло урожай, чтобы мы смогли кушать целый год. Так как Нахаш лишается этой возможности просить у Всевышнего, он лишается как бы связи с ним. Молитва это связь со Всевышним. Тот факт, что у Нахаши ее теперь не будет, именно это и является как бы проклятием, которое я послал на него Всевышнего. Что такое вообще молитва? Молитва постановили мудрецы вместо карбонот. Карбонот это были раньше жертвоприношения в храме. Но так как храма сейчас нету, то и пропала возможность делать вот эти вот карбонот жертвоприношения. Раньше, если человек согрешил, ему нужно было брать корову, свою корову, нести в храм, резать, переносить жертву. И только потом его грех мог очиститься. Он мог очиститься от греха. Но сейчас у нас из-за того, что храма нету, нету такой возможности. Но с одной стороны это тоже хорошо. Сколько корова стоит? Я не знаю, 10 тысяч, 20. Сейчас мне нужно идти до базар, покупать корову, принесить ее в храм, идти кто знает куда. Нам стало намного проще просить у Всевышнего прощения. Так давайте же не будем пропускать эту возможность даром и будем обращаться ко Всевышним на каждый день. Шабад-шабад.